И всем привет! Вы на канале VDroid Gaming. Меня зовут Александр. Сегодня мы поиграем в DR Survival. Как видите, на выходных я дошел до C Европы. Сегодня мы ворвемся в этот Киев и полностью его прочитаем. Также я на выходных прошел все вот эти вот городочки, которые шли по тракту до Киева. Ну там в принципе ничего интересного не было, только минус в чем. Я не могу смотреть рекламу. Очень часто падают телевизоры. Я нажимаю смотреть рекламу и мне нифига не приходит. Рекламы нет. Интернет-соединение есть. Я проверяю, потому что чатик обновляется. Но на телевизоре вскакивает таймер и все. Жди 5 минут и опять ты не сможешь посмотреть рекламу. Печаль. А также я сделал горн, прокачал немного кузнечное дело. Но, как я понял, пока оно мне не сильно нужно. Все вот эти вот изделия, которые я делаю, очень тяжелые. Они у меня в принципе есть. Ломики только вот. Чего у меня не было никогда. Я надел их штук 100, наверное. С собой немного взял. Так что теперь любую машину могу разобрать. Такие вот делишки. Да, еще я сделал квест на Дихлофос. Жалко, правда, он коротенький. Там мужик просто сказал мне, принеси Дихлофос. Я собрал, принес. Он мне говорит, спасибо, мужик. Я думал, там будет что-нибудь по типу. Мы пойдем в какую-нибудь тюль и тараканов начнем их травить. Вылезет королева тараканов. Но нет, ничего такого не было. Просто отдали Дихлофос. Мне дали немного крышек. И все. И до свидания. Такие вот дела. Ну, больше в принципе ничего интересного не было. Я чуть ли не сдох там один разок. Но это не важно. Также подцепил лунную болезнь. Сейчас я ее лечу. Тоже ничего такого неприятного, сильного нет. Сейчас мы берем, наверное, снаряжение. Врываемся в Киев. Начинаем судорожно его весь читать. И продолжим бежать по сюжету. Поехали. Киев. Как и в Москве, Киев страшно пострадал во время бомбежки. Десятки зданий лежали вокруг грудами кирпича и бетона. А через каждые 10 минут я встречал очередной выжженный пустырь. Пожалуй, я поступил неправильно. Нужно было объезжать вокруг города. У меня был бы шанс найти лагерь выживших. И тут я услышал далекий грохот взрыва. Я ушам своим не поверил, что может здесь взорваться после стольких лет. И я побежал к центру города. Ну, я побежал к центру города. Окей. Что там у нас по радиации? Два рад в час. Замечательно. Шариться мы тут точно сейчас не будем. Возможно, и если сковать стальной доспех, одеть химзащиту, то можно в таких городах пошариться. Ну, сейчас это трата алкоголя на ветер. Хе-хе-хе. Ух ты. Динамо-фонарь. Вот это прикол, да. И чё? Ну, я прибежал. Надо в центр вот сюда отставить? Да. Чем ближе я подходил к цели, тем ясменее слышалась пальба. Кто-то впереди стрелял из Калашникова. Но кто и в кого... На перекрёстке я видел три свежих трупа. Один принадлежал крупному мужчине 50 лет. На его теле было множество укусов. А от рук остались одни обрубки. Кто-то ему их съел, короче. Либо в руках что-то взорвалось. Вторым трупом был труп чёрного волка. Вроде тех, кого я уже встречал, но немного меньше. Его морда и шея были изрезаны ножом. А третий был даже не труп, а части. Его куски плоти и чёрной шерсти были сбросаны по всему перекрёстку. Как будто волка разорвало на части. Пластичная взрывчатка или что-то типа вроде того. Тем временем автоматная очередь возобновилась. Смотреть на карте. Вон туда вот нас ведёт автоматная очередь. Но я хочу вот сюда вот зайти и прошарить этот дом. Там есть фонарь какой-то. Динамо фонарь. Мы типа будем её его рукой заряжать или чё? Норм. Ну поехали вот сюда вот. И резь. Звук стрельбы привёл меня к памятнику Лысенко. Перед ним в огромном тёмно-красной луже умирал ещё один волк. На нём было столько огнестрельных ран, что вся шерсть пропиталась кровью и свалилась. К волку подбежал парень, вооружённый Калашниковым, и в каком-то безумии начал расстреливать уже агонизирующее тело. Его спутники двое немолодых мужчин остановились чуть поотдаль и ждали. Наконец патроны закончились. Стрелок в немождении бросил автомат на ступени. А потом, пошатываясь, сел рядом и закрыл лицо руками. Мужчины подошли к нему. Один положил руку парню на плечо. Кстати, у меня было ещё несколько флэшбеков, если не ошибаюсь. И ещё на меня мужик какой-то напал, но его волчара съел, пока я до Киева ехал. Это было прикольно так. Я ещё в автобусе ехал домой. И такой прям сижу, угораю. Чувак какой-то рядом сидит, читает. И тоже угорает, короче, прикол. Ну, норм. Мне кажется, чуваку зацепила игрулька, он тоже её скачает. Потому что я такой иду, и такой квест, хоп. Меня кто-то там останавливает. Бьёт по башке прикладом. И он такой, нифига дела, происходит. Короче, прикольно. Получилась такая ситуация. Никита, я понимаю, что ты чувствуешь, но мы должны уходить. Отнесём Кирилла домой и похороним. Никита, слышишь, я говорю, мы уходим. Прямо сейчас возвращаемся в Гореничи. Здесь слишком опасно. Да, Сева, еле ходит, ему нужен врач. Парень поднял на мужчину неодумевающее лицо. Покрасневшие глаза резко вскочили. Уходим, слишком опасно. Ты о чём говоришь, Гаврилов? Надо продолжать. Здесь ещё остались эти твари. У нас есть патроны. На одного-двух точно хватит. Нифига ты, боевой парень. Продолжать. Нас осталось трое. Мы вчетвером едва справились. Слушай, ты ещё отомстишь за отчима. Будет возможность. Но не сейчас. Сейчас нам нужно вернуться. Далее. Сейчас мы их отследим и придём в этот. В лагерь выживших, скорее всего. Парень оценивающий посмотрел на Гаврилова и второго мужчину. А потом медленно достал пистолет и направил на них. Вы-вы, да вы просто трусы. Кирилл жизнью пожертвовал, чтобы тебя, Гаврилов, тот волк не разорвал. Что правда глаза колет, значит так мы и сейчас пойдём и перебьём их всех. Мужчина, угрожающий, склонился над парнем. Если бы кое-кто не забрал последний автомат и не рванул, как дурак за волков, Кирилл был бы жив. Кашем привлечь к себе внимание. Такой, а чуваки-то вооружённые, они меня сейчас расстреляют. Все трое мгновения повернулись ко мне. Теперь цель три пистолета Макарова смотрели мне в живот. Эй, ты ещё кто? Спокойно, я свой. Свой, что-то я тебя не припомню. Ты из какого лагеря? Соврать. Я из Твери. Что? В северной Москве тоже есть выжившие? Думали, там одни зверюги? Да, психи остались. О чём докажешь? Красиво, говорит мастер. Красиво, говорит и я мастер. Хе-хе, окей. Чем докажу, не знаю. Могу помочь вам перевести тело, защититься от волков. Подозрительно осмотрел с головы до пят и покачал головой. Нет, мы как-нибудь сами. Постойте, не уходите. Вы ведь Павел Гаврилов, бывший следователь, верно? Откуда тебе это известно? Это не важно. Нужно кое-что обсудить насчёт учёных из Института вирусологии. Блин, ну вот эти вот мне диалоги доставляют. Вообще жесть. Ну, это же нелогично. Ну, зачем его сейчас распрашивать? Такая патовая ситуация. Чувак дохлый лежит, полудохлый. Его надо в лагерь тащить. А вы случайно не тот чувак? Тот такой, тот. И вы стоите полчаса разговариваете, да? Вот такое. Сценаристы немного не ок. Заинтриговал? Ладно, давай обсудим, когда вернёмся с село Горенич и сельский клуб. Сельский клуб. Главное правило сельского клуба, да? Не говорить про сельский клуб. Хорошо, поговорим там. Никита, мы возвращаемся. Либо идёшь с нами, либо убивай волков один. Всё, конец. Я уже близко к разгадке. Впервые я встретил лицом к лицу с участником тех событий. Уж кто-то, главный следователь, должен всё знать. Скорей в Горениче. Окей. Ну, тут бы мне всё прошарить, но радиация такая себе. Да. Ну, кстати, Киев, по-моему, поменьше, чем был раньше. Тогда был просто ад. А вот и Горенич, наверное, да? Ну, рвём туда. Ничего не будем, радиация сама спадёт. Поселение выживших. Я ж правильно пришёл? Смотреть на карте? Да, это прямо здесь. Заходим. Обитатели села Гореничи промышляют охотой, выращивают овёс и пшеницу, а также регулярно отправляют поисковые группы в разрушенный Киев. Жилые постройки большей части не пережили войну, поэтому беженцы заселили школу, детский сад, клуб и даже медицинскую амбулаторию. Осмотреться и побеседовать с местными? Давайте. По моим прикидкам, в Горениче проживают около полусотни человек. Местные жители под разными предлогами отказались со мной общаться, поэтому никакой полезной информации я от них не получил. Зато мне повезло познакомиться с очень милой девушкой по имени Лиля. Направиться к Лиле. Ну, такая себе девушка, да. Здравствуйте. Я случайно услышала, что вы путешественник. Подумала, может, вы сможете мне помочь. Давайте. Принеси мне дихлофос. Да. В 1984 году мы с родителями убежали из нашего города в надежде спастись от эпидемии. Далее. Когда мы были уже близко к Киеву, нас напали. Я была ранена, потерял сознание. Очнулась уже здесь. Местные спасли меня от бандитов. Далее. Моих родителей не нашли. Я сейчас живу с Лидой. Она очень добрая. Да. Офигеть. Мне это нужна информация. В моем старом доме в цели награды остался альбом с фотографиями. Короче, нужно притаранить ей альбом. И она мне даст крышечек, скорее всего. Окей. Окей. Даже если я не найду, у меня будут хотя бы воспоминания. Окей. Я с трудом представляю, что тебе довелось пережить. Конечно, я помогу тебе. Жди. Да. Жалко, что я чувака того не спас. Там какие-то крутые лутзы этот квест давали. Короче, прошлый квест я провалил. Теперь я буду более так педантично подходить к текстовым квестам. Без прикола. Потому что тут либо да, либо нет, как я понял. Получается. Просрал зажигалку, как мне написали. Фонарик крутой. Ну и ладно. Зато без полирочек. Все, сам прохожу. Без всяких этих подсказок на ютубе. Обитатели села. Да-да-да. Направиться в клуб. Павел Гаврилов ждал меня в кабинете заведующего в здании бывшего сельского клуба. В комнате кроме него был еще один человек-мужчина 60 лет, дремавший в обшарпанном кресле возле печи. Увидев меня, Гаврилов налил стакан воды, разбудил старика и дал ему таблетку. А вот и ты. Как говорится, чувствую себя как дома. Но сперва давай представлю вам нашего друга. Ему тоже будет интересно принять участие в беседе. Зайцев Тимофей Данилович. Бывший директор института вирусологии. Как и я. Хотел уехать в Польшу, но не успел. Какой председатель, а? Услышав имя, я почувствовал небывалое воодушевление. Директор института вирусологии. И, похоже, сейчас я узнаю ответы на все вопросы. Похоже, я сейчас нажму на паузу, чтобы сохранить 10-минутный кусочек видео. Сейчас, секунду. Готово. Далее. Чего молчите, о чем хотите поговорить? Об ученых, которые расстреляли, об эпидемии, которая одновременно началась во всей стране. И 17 августа 1984 года. Одни. Следователи и директор молча приглянулись. Зайцев нахмурился. Хотел что-то сказать, но Гаврилов жестов попросил его помолчать. Он подошел ко мне ближе. Я смотрел меня с ног до головы. До пят, окей. Дни. А зачем вам знать это? Разве это знание что-то изменит? Это ведь было так давно. И все же я хочу знать правду. Ну, давайте. Правда, я не знаю, зачем это знать. Ну, ладно. Сюжет он такой. Правду, а что вы сделаете с этой правдой? Безымянный бродяга. Расскажите всем. Это уже мое дело. Хорошо. Заложив руки за спину, бывший следователь прошелся по комнате. А на что вы готовы, чтобы узнать эту правду? Например, жизнью рискнете? Я уже через многое прошел, чтобы ее узнать. Жизнью рисковал. Рисковать приходилось. Бывший следователь задумался, глядя на меня из-под лобья. Договорились. Ты все узнаешь. Но сначала выполни свое обещание. Мое обещание о чем вы? Там в Киеве ты сказал, что поможешь нам с волками. Так и сделай. Опа. И мы все тебе расскажем. И что от меня требуется? Ничего. Особенно всего лишь принять участие в охоте. Ты ведь не знаешь, что у нас так тут произошло. Верно? Не знаю. Эти твари черные волки появились в наших краях года три назад. Волчат волчица и двое волчат. Громадные черные, как ночи слепые. Первые два года все было спокойно. Но потом в наших лесах закончилась дичь. А может волки подхватили бешенство или еще что-то. В общем, они начали охотиться на людей. Мы защищались как могли, но их становилось все больше, а нас все меньше. Неделю назад они ночью залезли в дом и сожрали целую семью. Мы отправили против них целый отряд. Но ни один не вернулся далее. И все-таки у нас есть надежда. Дело в том, что все убитые волки самцы. Значит, если убить волчицу, новые волки рождаться не будут. Откладывать больше нельзя. Волчица прячется на старой скотобойне. Мы нападем на нее. Только тогда у нас появится шанс истребить ее окончательно. Ну, прикольный и интересный квест. Я понял, но почему бы не сжечь волчицу вместе с скотобойней или хотя бы выкурить оттуда. Уже пытались, дохлый номер. Ну, что, приимешь участие, если поможешь, спасешь много жизней. Ну, и расскажешь тебе. Ага. Я согласен, это нужно сделать черные волки слишком опасные. Что же, если иначе вас никак не убедить. Хорошо. Я с вами. Нет, я этих волков видел и знаю, на что они способны рисковать жизнью. Я готов. Ну, короче. Ну, точно не третий вариант. Первые два я не понимаю, чем отличаются. Ну, давайте напахивайся. Я согласен. Отлично. Судя по снаряжению, ты опытный боец. С тобой у нас будет больше шансов. Как будешь готов, отправляйся на охоту. Соберешь амуницию, еду, бинты. Выдвигайся на начальную точку. Я буду там. Договорились. Фотоальбом. Куда нам надо идти? Давайте посмотрим. Может, сначала за фотоальбомом сходим. Эй. Это не то, что нужно. Целинограде. Где он? Он недалеко? Ты же недалеко, Целиноград? Чернигов. Житомир. А где Целиноград? Окей, Гугл. Где Целиноград? Окей, Гугл. Ты не шаришь, да? Ну, ладно. Ну, почему я не вижу, где этот... Так, задание. Смотреть на карты. Гореничев. А это что такое? А, ну это Киев. Понятно, мы отдалились. Ладно, фиг с ним с альбомом. Потом мы его выцепим, скорее всего. Стоп. Задание. Смотреть на карты. Ай, пофиг. Ай, задание смотреть в поисках истины. Вместо назначения лагеря. Ну, вот это уже похоже на правду. Может он где-то сверху? Житомир. Ну, блин, так нельзя делать квесты, когда не знаешь, куда идти. Чернигов. Стародук, Гомель. Ну, Чувиха, где твой город? Кировград. Как говорит Google, это Казахстан. Ну, что-то мне не нравится. Целиноград. Старица Казахстана. Это реально там? Да. Целиноград, Казахстан. Окей. Где мой Целиноград? Минус. Да, вот он он. Что, погнали, пацаны? Нет. О, видали, как я прошарил? Круто. Ладно. С фотоальбомом пока что придержим коней. Что, ну поехали туда. Мы, в принципе, готовы. Шмот у меня весь остался там. Так что будем танковать в форме. Возможно, там будет какой-нибудь текстовый квест. Это круто. Давайте мы сюда поставим. Поехали. Ура. Лагерь. Да, замечательно. Скотобойня. Хорошее название. Фонарик, нож, винтовка, автомобиль. А почему у меня не должно быть автомобиля? Что за условия? Дикая. Если во время... Ага. Не должно быть травм. Серьезно? Блин. Чувак. У меня там травма такая вообще по беспонту. Легенькая. А, рваная рана левой руки. Лунная болезнь. Вот такие вот, да. Вот такие вот дела у меня. И что делать? В белую церковь пойдемте сходим? Так, давайте по заданиям посмотрим, что еще выживает сильнейший. Дорога домой, дорога домой, дорога домой. Мой альбом, все остальное есть. Ну ладно, я пойду в... Куда пойти-то? Тут, смотрите, тоже какой-то чувак стоит. Причем два чувака стоят. Они... Че вы там делаете, чуваки, а? Истена, и... Ессин Андрей. Я вас видел, вы что-то там замышляете. В житомир может сходить? Три радиации. Тоже три радиации. Давайте в церковь сходим, пошаримся. Пока у меня травма не заросла. Во, смотрите. Телевизор нашел. Сейчас покажу, что происходит. Нападение. Воу, скрыться. Значит, ты мне не нужен, чувак. Бич какой-то. Во, давайте попробуем телевизор посмотреть. И фига два, все. Смотрите, смотреть. КД пошло, а мне ничего не дали, и рекламы не было. Я на паузу не ставил. Вот такие вот пироги происходят. Трупики. О, какие трупики. Нормалек. Ну и едем дальше. Какой-то такой город Лан за дорогой посмотрим. Потом после... С другой стороны дороги посмотрим на дом. Ну, тут ничего, ловить нефиг. Кастрюлька, проволока тоже фигня. В принципе. Ну, тут нормас, короче. Вот эти маски, не знаю, нужны, нет. Но есть батарейка и огурцы. Значит, мы не зря сюда пришли. Да, вообще лут с мужиков в городах с радиацией 3 уже какой-то такой неплохой. А, фига два. Мне просто повезло, короче. С этого мужика только тряпки упали. Вот тут поселение бандитов есть еще норм. Очень геморройно как-то искать в этих городах, потому что все растет прям в прогрессии. И радиация, и истощение. Капец, просто жесть. А я не знаю, еще стоит вообще разбирать вот эти вот машины, потому что механика всего лишь плюс 10. Проще будет ее патронами покачать, эту механику. Ну, такое, под радиацией, под такой полтора раз в час тусить не очень прикольно. Вот велосипед бы я еще разобрал. Он быстро разбирается, и радиация все равно 10. Точнее, механика. Живу, короче, на таблетках. Опять лунная болезнь мне вылизала. Типа это, бахни таблеточку. Прогресс и выздоровление 35 дней. Это что, мне 38 дней надо будет гаситься по домам, что ли, по городам. Это плохо. Это неинтересно. Либо болезнь это не травма. Сейчас проверим. Ух, давно этого не делал. Залутаем бокс. Лут боксы. Ае-ае. Какашка выпала. Ну, тоже ничего интересного. Ножи у меня есть. Ну, а вот тут вот у меня выпала капусточка. Прикол. Сахар, не знаю, зачем тоже нужен. Видать, в каких-нибудь, может, выпечках или еще чего-нибудь. Ну, такое. Ладно, осталось два дома и пойдем опять на квест. Замечательно. Собака-рысь какая-то напала. Ну, нафиг ее тоже лесом. Это я в богатую больницу зашел. Смотрите, сколько всяких разных таблеточек. Зашибок. И еще какие-то ништяки в лаборатории лежат. Просто круто. Какой-то белый порошок. Вмажемся селитрой. Надо еще бензо взять, а то у меня мало бензо туда-сюда кататься. Придется, наверное, за шмотом ездить в Тверь. Или куда там, в последний город. Не помню какой. Короче, везде таблеточки лежат. Это круто. И лутанем почту. Да-да-да. Итак, рубрика, что пришло. Быстренько осмотрим и валим из города. Да, тряпочки пришли. Замечательно. Сто... Это... Истощение. Надо быстро в лес бежать. Сейчас какой-нибудь волчара нападет и все. И кирдык. Прикиньте, я сейчас сдохну. Это будет прикол. Ну, ладно. Кто не рискует, тот... Дом сидит. Ну, ладно. Пойдем сюда. О, гнали. Давай, волки не нападай. Я слез. Инвентарь. Быстрее рубим деревья. Ну, короче, сейчас заряжу фонарь и лягу спать. Смотрите. Прям крутил фонарь и уснул. Представляете, жесть. Все, спим, пока усталость эта не пройдет. Истощение, точнее. Итак, мы бодры и веселы. Травмы у нас нет. Зато есть болезнь. Не знаю, получится ли с болезнью на скотобойню сходить. Ну, попробуем. Где тут она? Была-то у нас. Скотобойня, ты где? Непонятно. Так, задание. Смотреть на карте. Погнали. Ну, че, пробуем? Начать? Ура! Участники охоты на волков разбили временный лагерь возле сгоревшего склада у самого шоссе. Над ржавыми бочками поднимался густой дым. Бойцы сидели на бревнах вокруг жаркого огня и с аппетитом жевали печеный картофель, запивая водой из крупных жестяных кружек. Далее. Картошку мне дали. Один товарищ постарше сидел по-турецки на рыжей клеенке и раскладывал по газетным обрывкам куски свежезажаренной рыбы недалеко от нее, я заметил, Гаврилова. Тот, помахивая обглоданной куриной костью, рассказывал окружающим историю из бурной юности, те смеялись, хватаясь за бока. Охотники были воодушевлены, даже веселы. Слишком веселы, но они не могут не понять, как малы их шансы пережить эту охоту. Наверное, запретили себе думать об этом. Еще и рыбки подкинули. Замечательно. Я насчитал 11 бойцов. Совсем немного. С другой стороны, это ведь почти все взрослые мужчины гореничий. Там остались только женщины, дети-старики и двое-трое мужиков, тяжело раненых во время последней вылазки. Пятеро вооруженных автоматами, а остальных допотопные обрезы и двухстволки. Как я понял, черного волка можно положить автомат на очереди, но одиночные пули его сильно не беспокоят. Что уж, будем надеяться, нам не придется столкнуться с крупной стаей. Заметив меня, Гаврилов оборвал рассказ на середине и поманил меня рукой. А вот наш друг, о котором я говорил, представил меня остальным бывший следователь. Я пожал им руки, добрался до нас аж от Твери, так что боевой опыт есть, обещал помочь с волками. А ты в глаза видел наших волков-то? Эти твари не что-то обычным. С сомнением сказал боец с Гавриловым. Немолодой, с усталыми, прищуренными глазами и морщинистым лицом. Видал, одного убил в Москве. Один на один, переспросил охотник. Остальные посмотрели на меня с уважением. Серьезно, только вот в наших краях десяток рыскает. Если не больше. А еще ведь волчица. Юра, не нагнетай, попросил сосед. И так тошно. Мы вот-вот выступим, сказал мне Гаврилов. Если есть какие-то вопросы, задавай. Кто возглавит отряд? Где скрывается волчица? Когда вы мне расскажете, что обещали? Ну, давайте, где скрывается волчица. По делу только. В старой скотобойне, пять километров по шоссе, на Житомир. Видели там волчат? Ответил Юрий. А три дня назад всех наших там положили. Ветер давно не менялся, добавил он. Пойдем к скотобойне с подветренной стороны. Если повезет, нас не учуют. Доберемся до места незамеченными. Прикончим волчицу и быстро свалим. Оптимисты Юрия мрачно усмехнулся Гаврилов. Эти твари слепы, но чувствуют запах за милю. Спорю, на что хочешь сбегутся защищать мать. Кто возглавит отряд? Какой у нас план? Ну, давайте, какой план? План простой. Не подохнуть, ответил один из охотников Григорий. Берем худший вариант, то есть самый вероятный, сказал Гаврилов. Возле скотобойни вся стая. У нас есть пахучие дымовые шашки. Берем твари врасплох. Пока не очухались, все вырезаем. Проходим в здание и ищем волчицу. И по-быстрому ее кладем. Очень хороший план. Если берем худший вариант, то это... Она нас по-быстрому буркнул, Юрий. Это да. А будет совсем туго. Есть план Б. И Гаврилов мрачно похлопал по чемоданчику, лежащему у него между ног. Кто возглавит отряд? Когда вы мне расскажете, что обещали? Кто возглавит отряд? Окей. Я. Ну и Юра помогает. Ответил Гаврилов. По части волков. Мы тут самые опытные, что ли? Раньше за все операции Кирилл отвечал мрачно. Сказал Юрий. Бывший флотский спецназовец. О, чем Никиты? Да вот не вернулся из Киева. Ну, я помню. Юрий какой-то такой. На измене. Может, он нас предаст и перебежит к волкам. А так же там был... Ты ж там был, может, и тело видел, подтвердил Гаврилов. Патроны у него кончились, а отступать было некуда. Так он на волка с ножом пошел. С ножом. Я вспомнил мертвеца с обгрызанными руками. Охотники примолкли, отдавая павшему дань уважения. Есть еще вопросы, где скрывается волчица. Какой у нас план? Когда вы мне расскажете? У меня больше нет вопросов. Тогда начнем, кивнул Гаврилов. Мне кажется, его тяжело ранее, а то он только из последних сил. И в Минск. И мы пойдем в Минск, наверное. Тогда начнем. Кивнул Гаврилов и выскочил на ноги. А, кстати, в чемодане у него, скорее всего, вирус какой-нибудь есть. Старенький вон тут. Народ хватит языками чесать. Выступаем. Охотники засуетились. Будь другом, окажи одну услугу. Шепнул мне Гаврилов, отведя в сторонку. Я уже час не вижу Никиту. Приведи его. Он должен быть по ту сторону шоссе. Я бы сам пошел, но он со мной не разговаривает. Почему? Наверное, винит меня в смерть Кирилла, отчима своего. Гаврилов вздохнул. И потом это же я увел его из Киева, не дал отомстить волкам. Сделаешь? Хорошо, я его найду. Найти парня не составил труда. Никита сидел на громадном пне и что-то вырезал из куска коры. Завидев меня, никак не отреагировал и продолжил свое занятие. Ты тебя, Гаврилов, послал? Спросил он напрямик, когда я подошел ближе. Попросил позвать тебя обеспокоиться. Никит нахмурился и промолчал. Гаврилов считает, что ты винишь его в смерти своего. Отчима, послушай, а какое твое дело? Ты вообще кто раздраженно ответил? Никита, если говорил его от меня, что надо, пусть сам приходит. Он задумался и продолжал орудовать ножом. Закончу, вернусь. Послушай, мне очень жаль. Да засунь свое жаль в одно место. Свои соболезнования поморщился. Никита, все вы засуньте, тошнит уже. Я вдруг вспомнил, как Никита со слезами на глазах расстрелял волка в киви. Вот все-таки расскажешь, что у тебя там гнетет, да ее чужак. Скажи, ты правда считаешь, Гаврилова виноватым в том красивый нож? Я таких раньше не видел. А кто тебя научил так здорово вырезать из коры? Короче, красивый нож. Это подарил ему этот чувак, кто начал вырезать. Точнее, кто научил вырезать, это тот чувак его научил вырезать. Скажи, ты правда считаешь, Гаврилова даун считает его виноватым? Может, все-таки расскажешь, что тебя гнетет? Ну, давайте про нож. Красиво Никита вздохнул. Отчим из Европы привез, когда был еще моложе меня, знаешь. Он никогда с ним не расставался. Под подушку клал. Даже купаться с ним ходил, дебилой. Меня это всегда смешило. Я как-то в шутку стащил нож. Так, отчим тогда избил меня до крови. Потом всадил лезвие в деревяшку. И сказал, когда винтовка даст осечку, когда граната не взорвется, когда друг побежит, остается только нож. Эта шутка трижды спасла ему жизнь. А кто научил тебя вырезать? Отчим, когда умерла мама, давно было... Ну, короче, понятно. Делали фигурки. Никита вертел в руках волчью голову. Со скаленной пастью у фигурки не было глаз. Никита усмехнулся. Можно с любовью, можно с ненавистью. Кому ближе. Окей. Это не сильно нужная информация мне. Так, скажи, ты правда считаешь? Может, все-таки... Ну, давай, все-таки. Никита колебался, наконец отложив фигурку в сторону. Он сжал руками виски. Там в Киеве отчим окончились патроны. И он убил волка ножом. Ну, а потом Никита поперхнулся. Другая тварь напала на него со спины. Отгрызла кисти рук. Странно, да? У него был нож, но ничем было держать его. А, вот такой вот злой рог. Так бы он, конечно, его забуцкал. Волк даже не стал добивать его. Пошел на Гаврилова. Как отчим охватил зверюгу руками и держал. Волк рвал его. А отчим держал, пока сам крови не истек. Ох, прибеги Сева на полминуту. Позже волк бы и Гаврилова убил. Мне жаль, что так вышло. Но в чем тут вина Гаврилова? Он ведь и сам чуть не погиб. Да он ничего не мог сделать. Никита закрыл глаза. У него был только Макаров. Эта штука по черным волкам, как комарин и укус. Не знаю, сделал ли бы он для отчима то, что сделал для него тот. Но его вины нет. Виноват другой. Кто другой? Я. Понятно. Никита повернул в руках фигурку, а потом полоснул ей по ней ножом. Мы подстрелили одну бестью. Волк стал убегать. Течим кричал мне остановиться. Но я так хотел доказать ему, что я тоже крутой, что и один на один с волком справлюсь. Раненым к тому же... Я погнался за ним, оставив всех далеко позади. Не, ведь у меня был единственный автомат с полным магазином. Я нагнал его, прикончил, вернувшись и увидел труп отчима. Ну ты дебил. Позволь, тоже расскажу кое-что. Сказал я, разглядывать горизонт. Когда я ехал в Киев, встретил одного хорошего человека, приняв меня за бандита. Он связал меня и хотел питать. Но потом на него напал волк. Волк, который преследовал меня от самого Брянска. Он подкусил этому человеку голову. Как ты считаешь, виноват я в смерти этого человека? Это было ужасно, но знаешь, я ничего не мог сделать, как и ты. Давайте спросим. Это другая ситуация. Виноват ли я? Повторил я твёрже. Нет, я ничего тебе не... Так, не считаю тебя виноватым. Никита и вдруг побагровел. Но знаешь что? Даже когда никто не считает тебя виноватым, ты сам всё равно знаешь, что виновен. Знаешь, что кровь на твоих руках. Такой-такой прям серьёзный разговор. Ну от меня же ничего не зависело. А ты разве мог что-то сделать? Ну мог он, мог с автоматов их. Бэ-бэ-бэ-бэ-бэ-бэм. Как ты не понимаешь, это не важно, мог ты что-то сделать или нет. Ты всё равно виновен. Я не верю тебе. Не верю, что ты спокойно спишь по ночам после того случая. Я не знал, что ему ответить. Пора идти. Никита поднялся, перебьём этих чудовищ все до единого. И тогда, может, будет не так больно. Хорошо, идём. Маленький отряд во главе с Гавриловым и Юрием. Уже ждал нас. Увидев Никиту, следователь показал мне большой палец, но я, погружённый в нелёгкие мысли, ему не ответил. А слова Никиты не давали мне покоя. Я вспомнил не только старого охотника, но и Галю с Сашей. И что бы ни случилось с ними, я один в ответе за это. Когда человек погибает, вина за его смерть ложится на тебя всегда. Здесь не может быть, я ничего не могу сделать. Особенно, если этот человек был тебе близок. Сколько мы пишем? 11 минут. Надо сохраняться, ребят. Я думаю, это будет последний кусочек нашего видео на сегодня. Попробуем сделать этот квест и получим маршрут на будущее. И я на выходных пробегу до следующей точки. Только не в этот. Не в Казахстан, блин. Туда точно пока не пойду за этим дебилем фотоальбомом. Далее. Мы закончили марш-бросок в 300 метрах от пункта назначения. Ветер не менялся. Происшествий по дороге не было. Гаврилов отправил вперёд разведчиков. Они вернулись уже через четверть часа. Посовещавшись о чём-то с Юрием, Гаврилов позвал меня. Далее. Слушай внимательно. Возле скотобойни 9 волков. Четверо с восточной стороны, с пято. Пятеро с южной возле ворот. Эти на ногах. Застанем тварей врасплох. Продолжил он. Делим отряд на две группы. Нападаем. Одновременно первой группой за укрытие. Забрасывает четверку двумовыми шашками. И делает из волков друшлаги. Вторая обходит пятёрку с подветренной стороны. Занимает позиции. По сигналу открывает огонь. Первая. И... Решай пойдёшь с первой группой или во второй. Подытожил Гаврилов. В первой группе риск поменьше. Волки спят, но нужен ты второй. Ты-то стрельный воробей. А наши... Они ведь даже не профессиональные охотники. Некоторые вообще впервые держат ружья. Ну и боятся, конечно. Хотя, добавил он, спящих волков тоже недооценивать не стоит. Далее. А тут что-то прям подвох какой-то, да? Паранойя? Ты, Паша, всегда тебе это говорил. Усмехнулся Юрий. Вот серьёзно, нихрена делить отряд. Одним махом разберёмся со спящим. А потом возьмёмся за остальных. Чего мудрить-то? Чего Цезарь из себя строить? В общем, что решаешь? Повернулся ко мне бывший следователь. А я пойду с первой группой. Мне кажется, Юрий прав. Нет резона делить отряд. Быстро разделаемся четвёркой. А потом покончим с оставшимися. Оооо, эти муки выбора. Вот тут вот. Ну, мне кажется, он скажет. Мне пофиг, что тебе кажется. Мы сделаем так, как я скажу, да? Ну, и вообще, как бы, тассист это круто. Разделение отрядов. Ну, смотрите. Танк пойдёт в одну пачку, хилл в другую. И что получится, да? Ну, ладно. Давайте со второй пойдём. Где эти? А где... А, вот. На бодрствующих. Давай. Разумно похвалил Гаврилов. Юрий задумался. Но потом тоже кивнул на... То мы и порешим. Операция началась. Стараясь двигаться бесшумно, мы приблизились к приземистому зданию скотобойни Юрия. Ещё пятеро охотников перебежали за грузовик. Каждый взял в руку по дымовой шашке. Волки спали совсем рядом с другой стороны кузова. Удостоверившись, что все идут по плану, всё идёт по плану, Гаврилов, Никита и ещё четверо охотников двинулись через заросли на юг. Пришлось сделать большой крюк, чтобы не потревожить пятерых волков раньше времени. Наконец мы заняли позиции, прицелились и едва с востока донёсся первый выстрел. Мы открыли огонь в бой. К сожалению, дистанция стрельбы оказалась великовато для большинства моих товарищей. Одного волка я убил, но остальные четверо легко раненые бросились к нам. Так, как можно так мазать, горячился Гаврилов. Увы, даже пройдя тренировку, селяне не стали меткими стрелками, но дальше дело пошло куда хуже. Волки бежали растянутой цепочкой и один за другим попадали под шквальный огонь трёх автоматов. Одного уложил я, второго Гаврилов, третий бился в огонь и далее. Так что, круто или не круто, я не понял. Да, так, молодцы, подбадривал Гаврилов остальных. Последний волк возник будто ниоткуда, вцепившись одному охотников в горло. Ещё секунду, и он сбил с ног Никиту. Гаврилов бросился на помощь и ударил тварь прикладом. Тогда волк с рычанием соскочил жертву и впился Гаврилову в живот. Ну вот, минус, минус, минус. Оба упали, мы подбежали к бестии, вплотную несколько раз выстрелили в голову. Волк свалился замертво. А с восточной стороны всё ещё слышалась пальба. Бежать туда. Когда мы добежали до грузовика, всё было кончено. Все четыре волка были убиты, но из группы целели лишь Юрий и ещё один охотник. Юрий в бешеной ярости бегал по окровавленной площадке. Но я же говорил им, говорил, заорал он завидя нас. Не бросать их, ранеными добивать, сразу добивать. Они сделали всё, что Магда и Юра сказал один из охотников. Не вини их. Короче, вайп на трэше. Босс ещё стоит, а мы уже весь отряд потеряли. Хе-хе-хе, весело. Не вини их, они не солдаты. Кстати, народ, если это... Был какой-то более крутой вариант прохождения. Опишите его так же, как вы делали это в комментах. Интересно. Ну, хотя, может, я сольюсь сейчас и по-другому тыкну. Юрий только скрипнул зубами. Битва завершилась, мы потеряли пятерых. И ещё один шестой был при смерти. Павел Гаврилов. Вернуться к нему. Бывший следователь поднял на меня глаза и попытался улыбнуться. Эта улыбка жутко смотрелась через слой грязи, смешанный с кровью. У-у-у-у. Я же скач. Извини, приятель, но теперь тебе придётся всё узнавать у Зайцева. Если, конечно, переживёшь эту охоту. Далее. К нам подошёл Никита. За ним Юрий уже хватил одного взгляда на пострадавшего, чтобы понять, надежды нет. Паша, блин. Только и смог он выдать. Со мной всё, Юра. Займись лучше ранеными. И не мешкайте. Заканчивайте дело. Заканчивайте дело. Юра побледнел. Кому заканчивать-то мы стольких потеряли. Перевяжем раны и возвращаемся в грениче. Юрий, он прав. Если сейчас уйдём, все эти жертвы будут напрасно. Пока заново копим силы сюда. Убегутся волки из других районов. Надо убить волчицу прямо сейчас. Это я так сказал. Верно рассуждаешь, с благодарностью прошептал умирающий Юра. Скорбеть потом будете. Скажи ребятам, чтобы готовились перераспределить автоматы. Соберите патроны. Всё, какие остались. Паша, если нам там скотобой не волчится, ни одна со злостью в голосе перебил его Юрий. Если там ещё волки, вы справитесь. Вы должны. Надо поставить точку. Если дать им снова расплодиться, они в отместку вырежут всё селом. Вот я не знаю. Первый бы вариант выбрал, они бы все сдохли там, короче. С Гавриловым, да? Мне так кажется. А если бы третий вариант выбрал, мне бы сказали. Не-не-не, не катят. Ну, мне так кажется. Хотя, может быть, дал бы и лучше. Далее. Паша, нет, так нельзя, ответил Юрий. Я не хочу и не могу. Хватит. Гаврилов закрыл глаза, потом посмотрел на меня. Теперь ты за главного вместо меня. Юра, Никита, слушайтесь его. Что выдохнул Юрий? Паша, ты серьёзно? Гаврилов не ответил. Юрий посмотрел на меня. Из-под лобья развёл руками и ушёл. Далее. Гаврилов слил... Слился ещё что-то сказать. А, силился ещё что-то слился. Лол. А, но жизнь уже подкидала его тело. Никита, прости, это были его последние слова. Простите, он спас меня, сказал Никита. До этого момента мрачно молчавший. Спас, хотя знал, что волк убьёт его. Зачем он это сделал? Он же ценнее для отряда, чем я. Должно быть, он и правда чувствовал себя виноватым перед тобой. А может, добавил я. Хотел таким образом вернуть долг твоему отчему, который спас его в Киеве. Я не знаю. Знаю только, что он был хороший человек. Пусть земля ему будет пухом. Стекловатый. Ёл. Никита посмотрел на меня с болью. А я знаю, что он погиб изо меня, как и отчим. И мне с этим жить я не представлял, как им помочь. Вернуться к раненым. Вопреки ожидания, Юрий выполнил всё распоряжение Гаврилова. К счастью, тяжелые ранения у выживших не было. Хотя, так или иначе, пострадали все. Сильно передевший отряд ждал только меня и Никиту. О чём-то шептался с другими охотниками Григорием. Командуй, холодно сказал он, увидев меня. Только помни, что теперь ты отвечаешь за нас. За каждого. И если что-то пойдёт не так, виноватым будешь ты. Юра, заткнись. Вдруг ряфкнул на него Никита. Всё удивлял, пострелял на парня. Повисла гнетущая тишина. Что это, спросил я в надежде разрядить обстановку, указывая на чемоданчик за спиной. Юрия, этот чемоданчик я уже видел у Гаврилова. План Б. Если волчицу даже автомат не возьмут, у нас, чтобы ты знал, патронов не так много осталось. Выдвигаться к скотобойню. Попасть в здание через главный вход было невозможно. Эта часть строения обвалилась. Но и ворота для погрузки мяса оказались намерто заблокированы. Даже после того, как мы выломали замок, ни одна створка не поддалась. Есть ещё один выход, подал голос один из охотников. В забойный коридор через него вели скот. Ну и перед забоем. Окей. Идти к забойному коридору делать нечем. Пошли к скотобойню с другой стороны. И один за другим вошли в тёмный, сужающийся вперёд туннель. Я работал там на выходе, зловещий прошептал охотник. Никто бы не подумал, что однажды придётся самому идти на свет. Думаю, мурашки по коже пробежали не только у меня. Двигаться дальше. Прям жуткая история такая, капец. Несмотря на предчувствие за обойный коридор, мы преодолели без помех. На выходе оказалась просторная комната с липким замызганным полом и грязными бурыми стенами. Вдоль стен поблескивали металлические решётчатые конструкции, над которыми с потолка свисали устрашающие крюки. А возле платформы, где мы стояли, были в беспорядке разбросные инструменты для забоя. А чуть дальше мы увидели целую гору костей, среди которых был и человеческий череп. Идти дальше. Ой, блин. Опять уже 10 минут, капец. Ну, вот эти видосики, они маленькие. Надеюсь, не сломаются. Ничего у меня. Вперёд у нас мало времени, подстегнул я охотников. Вокруг царила тишина и полумрак. Лишь из редких крохотных окон пробивались одинокие лучики. Казалось, в скотобойне иметь ни души. Но когда мы добрались до комнаты со здоровыми чанами для спуска крови, Никита остановился. Тихо, вы слышите? Прислушаться. Где-то в углу в бетонный пол мерно разбивались капли воды. А из широкой арки впереди нас доносился едва слышный скрип. Что там за аркой? Спросил я бывшего мясника. Ну, тровка. Вырезание внутренности, то бишь. И распиловка. За ней холодильники, наверное, волчатся где-то там. Только не факт, что она одна, а тровка в большая комната. Длинная и узкая, ответил бывший мясник. Идти придётся цепочкой, и там нет окон. Включить фонари велел я остальным. Ушки держать наготове. Идти через арку первым, взять самый высокий риск на себя. Пропустить вперёд бывшего мясника, самому замыкать шествие не так рискованно, как идти первым. Пропустить вперёд бывшего мясника, самому идти в середине группы наиболее безопасная позиция. Ну и чё делать? Пожертвовать мясником? Это же мясо, да? Танкуй, чувак. Так, ты знаешь дорогу, иди первый, да? За аркой правда была кромешная тема. Я, короче, выбрал посерединке. Улучшив фонарей, высветили заострённые крюча под потолком, массивные железные шкафы, трубы, пересекающие пол, платформы, ёмкости и странные зловещие агрегаты, названия которых я и не знал. Пол и стены были тёмными от пятен застарелой крови. О, господи, прошептал Григорий, мы остановились далее. Картина, представившая нашими глазами, была чудовищная. Вдоль стены лежали обглоданные тела, совсем свежие и ещё не начавшие гнить. У некоторых уцелела только голова, ниже подбородка берел позвоночник. Это Миша Андрей, голос Григория предательски дрожал. Серёжа Чернышов, это же наши, они были так близко. И его слова прервал злобный крык. Обернуться я успею... Опа, нифига, она сзади подошла. Если бы сзади я шёл, мне кирдык дал бы, да? Я успел увидеть лишь, как волчье тело взвилось в воздухе, а потом беспощадные челюсти сомкнулись на голове бывшего мясника. А нет, спереди всё-таки. Решение идти первым был бы на его месте. Хе-хе, Санёк умный. Мясника продали, минус один. Он, короче, спулил, маба. Да. Скинув оружие, мы с Юрием стали палить по чудовищу, но тот не обращал внимания на нас, ни на пули, прошивающие его косматую шкуру. Лишь когда тело жертву перестало трепыхаться, волк повернул к нам окровавленную пасть. Где-то сзади я услышал истощённый крик, почти сразу же захлебнувшийся, ему аккомпанинировала автоматная очередь. Кто-то вопил от ужаса, в темноте было не разобрать. Глухо рыча, волк пошёл на Юрия. Продолжайте стрелять. Волкоподобное существо, на теле которого уже не осталось ни одного живого места, замерло в шаге от Юрия. Кровь ручами била из бесчисленных дыр в его шкуре, но тварь не слабела и не чувствовала боли. Это было так странно, страшно, так неправдоподобно. Юрия опустил автомат. Бесполезно услышал я свистящий шёпот. Юрия, не сдавайся! Юрия не слышал. Автомат выпал из его слабевших рук. Я снова открыл огонь, волк зарычал и накинулся на Юрия. Всего один укус. Тварь повернулась ко мне, приготовилась к прыжку, медленно повалилась... И медленно повалилась на бок. И вот вокруг снова могильная тишина. Я поднял фонарик, осмотрелся. Несколько шагов от меня спиной к железной бочке сидел и зараненый Никита. Возле него хлопал Георгий. Все остальные мертвы. Далее. Защищая мать, волки дрались до последней капли крови, но с самой волчицы в зоне нутровки не было ни мёртвой, ни живой. Она сбежала, она сбежала. Всё было зря в беспомощной ярости. Никита схватился за голову. Погоди и смотри. Я указал ему на арку, ведущую в холодильное отделение. При свете фонаря мы увидели маленького чёрного волчонка, который тут же нырнул обратно в темноту. Далее. Она бы не бросила волчат. Я постарался придать своему голосу уверенности. Значит, она в холодильнике. Задание... Задние ворота заблокированы. Она в ловушке. Словно подтверждаемые слова, из арки послышался пронзительный скулёж. Пошли, убьём её. Не спешите, покачал головой Григорий. Чем убивать её будем? У нас почти не осталось патронов. Автоматы погибших смотрел. Да, всё плохо. А ведь мы забрали все тридцать девятые, какие были в гореничах. А двухстволки? Сомневаюсь, что они сильно помогут против волчицы. К тому же у нас всего трое. А где чемоданчик Гаврилова? Вдруг спросил Никита. Это его план Б? Чемоданчик валялся возле трупа бывшего мясника. Принести открыть чемоданчик. Это же бронежилет, удивился Григорий. И чем он вам поможет? Нет, это не бронежилет, мрачно возразил Никита Гаврилов. Сказал ему. В нём пластичная взрывчатка. Надеваешь, идёшь в колчицу, дёргаешь за шнур. Что? Я думал, там вирус, а там бронежилет. Шахида. Блин, 15 минут снимаю, надо паузочку поставить. Боюсь, боюсь. Что? Это не вариант. Григорий побледнел, голос его дрогнул. Должны быть другие способы. Какие идти на мукировшую волчицу с двухстволками, защищая детёныша? Она порвёт нас троих за секунду. Далее. Кому-то придётся пожертвовать собой, надеть жилет, пройти в холодильник, и когда волчица будет совсем рядом, вырвать шнур. Командир Никита повернулся ко мне. Командир Никита повернулся ко мне. Тебе решать, кто пойдёт. Я не знал, что сказать. Да и... До этого от моих решений зависела жизнь этих людей. Но сейчас-то мне предстояло сознательно отправить человека на смерть. Далее. Я снова вспомнил обезглавлённого охотника. В тот раз мне не пришлось ничего выбирать. Потом я вспомнил Павла Гаврилова, Юрия, бывшего мясника и других погибших во время охоты. Я делал выбор, но мог лишь догадываться о последствиях. Но теперь всё иначе. Григорий, Никита или я? Один из нас должен умереть. Ну, я точно не пойду. Камон. А чё, может тыкнуть? Ну, тогда всё заново придётся проходить, да? Ну, короче, если кто-то в курсе этого квеста, напишите в комментах, чё вы выбрали и чё у вас получилось. Вот так вот, да. А пойдёт, наверное, Григорий. Ты мне сразу не понравился. Я, Григорий, взглотнул и ввёл нас диким взглядом. Нет-нет-нет, Григорий попытался успокоить его. Что? Голос Григория срывался на виск. Да знаешь ли ты, что у меня жена, сын два годика вот-вот стукнет. Они ждут меня. Вы потащили меня на эту долбанную охоту. Мы только раз уже, столько раз рисковали жизнью, только людей погибло. А я же ни слова не сказал. Но об этом он тыкнул пальцем из жилет в жилет. Об этом речи не было. Далее. Нет, так неправильно. Туда должен пойти я. Вдруг сказал Никита. Мы повернулись к нему. Никита, послушай. Нет, а ты послушай, тяжело дышать. Никита подошёл ко мне вплотную и отчим Гаврилов. Они погибли за меня. Понимаешь? Из-за меня. Да, кстати, да. Никита посидёт. У него никто не остался. И вот это и есть мой шанс всё исправить. Да-да, как ты не видишь. Всё же этому шло. Этот жилет, он для меня. И ты хочешь таким образом избавиться от вины? Хочу вернуть долг. Прости, Никита. Что же, если ты так решил, действуй. Знаешь, у меня идея. Пусть решит судьба. Кто вытянет короткую спичку, тот и пойдёт. Давайте этого угорнём. Хорошо, согласен, подумал. Смирил с Никита. Так будет честно. Он достал из кармана карбак спичек. Вытащил три. Отломил одну. Мы вытянули по спичке. Последним дрожащей рукой за спичку протянулся Григорий. Именно ему досталась спичка без головки. Лошара! Лошара! Далее. Вот и всё. Значится, Григорий как-то тупо посмотрел на меня, а потом тряхнул головой. Тогда я вытащил жилет, протянул ему. Не, всё по чесноку, пацаны. Всё так и надо было сделать. Протянул ему, двигаясь механически, как человек, который не осознаёт происходящего. Охотник надел джилет и на негнущихся ногах пошёл к арке. Он не сможет. Скрипнул зубами Никита перед аркой Григорию. Последний раз обернулся, посмотрел на нас, будто не узнав. Потом шагнул в темноту. Секунды тянулись мучительно, долго. Скулёж в холодильнике усилился. Отчаянный вопль. А потом мы снова увидели Григория с перекошенным от ужаса лицом. Он бежал к нам, а за его спиной на фоне тёмного проёма арки мы различили громадную чёрную фигуру с яростным криком. Никита бросился к Григорию. Никита, стой! Вы получили травмы сотрясения мозга. Всё произошло почти мгновенно. Увидев Никиту, Григорий рванулся к нему и когда Григорий оказался совсем рядом, парень оглушил его куском стальной трубы. Чего, блин? Волчица будто только этого и ждала. Скурёшь изменился рычанием, она присела, прыгнула на Никиту и тогда Никита вырвал шнур из жилета Григория. Прогремел взрыв такой силы, что меня отбросило далеко назад. Блин, это феерично! Я один остался жив. Это просто жесть. Вставь и включить фонарь. Поднявшись на ноги, я снова увидел её. Существо, которое предстало передо мной в тусклом свете фонаря, лишь очень отдалённо напоминало волка. Волчицы не было шкуры, ни волоска, всё её уродливо распуши, а тело было покрыто страшными нарывами и волдырями. Сочащимися гноем мерзкая жёлтая жидкость вытекала из её пасти глаз. Далее такая тёлочка норм. Единственная баба на деревне, да? Волчица была просто огромна, куда больше любого из своих детей. Весь её правый бок, мышцы, ребра, внутренние органы был подчистую скошен взрывом. Жутко скуля она подползла ко мне, оставляя позади след из крови и слизи. Но, несмотря на всё это, я чувствовал, что она ещё в силах защитить себя, вступить в бой. А вот и волчичка, да? О, господи. Где автомат? С автомата надо фигачить её. По-любому. Короче, мы всрали, ребятки, потому что, знаете почему? Потому что урон при победе 157, а я сдохну. А я сдохну. Я неправильно что-то сделал. Мы победили. Да, это была победа, но game over. Вот это было круто, ребятки. Вот это было круто. Мы умерли. Это конец. Еее. Ну, год и шесть месяцев. Да, давайте я это всё сохраню, а на втором выпуске мы... Второй кусочек видео будет уже, наверное, с правильным прохождением. Сейчас я это всё сохраню. А так, да, ребятки, спасибо за просмотр. Смотрите вторую часть этого видоса. Я её тоже сделаю и сразу же две выкачу. Если что-то понравилось, можете лайкусик поставить. Если что-то не понравилось, всё равно можете лайкусик поставить. А так, всем спасибо. Всем пока. Играйте в крутые игры. И, блин, проходите правильно квест, а то будет вот такой вот. В следующий раз я, наверное, Никитоса отправлю и попробую, наверное, даже сделать. Ну, ладно. Что будет в следующий раз, будет в следующий раз. Давайте. Смотрим вторую часть. Продолжение следует...